Друзья, всем привет. Сегодня мы погнали обратно домой. Думаю за день доберемся. Расстояние примерно 900 лишних километров получится, если не больше. Сейчас мы проверим уровень масла. Я хорошо погазовал, поэтому интересно, скушал он или нет сегодня. Что-то как-то непонятно. Еще раз. Еще раз. Вроде машина ночь постояла. Ну, минимум что ли получается. Но это много. Это много. Что-то короче непонятно. Тема машины. Ну, да. Что? Минимум, да. Короче, минимум, да. Машинка масло съела. Собственно, такое масло залил чуть-чуть. Сделал уровень равным половине. Ну и, собственно, погнали. Если это масло, оно все сожрет, в будущем купим масло, который рекомендует завод. Который мне люди пишут в комментариях некоторые. По поводу 0w30. Попробуем его, будет он кушать или нет. Ребят, приехали на дно. Пив завода сейчас в 8 утра он откроется. Еще наберем. Наберем тут полторашек пива. Поведем его в город. Все, ребят, мы уже поехали на выезд из Самары. В полном, ну не полном, с пивом в багажнике. Ну и погода сегодня. 15 градусов скажут, ну а, ну эта машина сейчас на солнце стояла. Нагрелась, она остудится. Так, сейчас до заправки сначала доедем, заправимся. Ну, заправляться будем в 95-м. Ну, на сутки поездили, конечно, неплохо все это дело. Но все-таки 95-го бензина вполне хватает в машине. Всем привет из Самары, кстати. Классный город у вас. К сожалению, погода нам не подфартила в этом году. Так, два года подряд загорали на вашем замечательном пляже. Да, по-другому было. Ну и ладно, больше увидим сейчас. Так, немного пройдем по Самаре, пока нас навигратор еще ведет. И потом на М5. В общем, думали-думали, как поехать через М5 или через Орду. Ну, в итоге, думаем, наверное, поехать через Орду. Это набережные Челны, там где вот Альмитиск. Мы там еще ни разу не ездили по той дороге. Ну, частично до набережных Челнов ездили. А далее нет. И поэтому, думаем, там поедем, по крайней мере, перевалы объедем. Там не будет никаких гор. По времени, по времени. Не знаю, сколько получится, но километров больше будет. Где-то 1100. Начал заправку Shell G-Power 4679 стоит. Вот и думаю, может им что-ли заправиться. 1100 на 500 оплачено. Так. Классный бензин у Shell. Так, тут есть он. Да, есть. Все, до полного бака я залил V-Power этот 95-й. Напомню, бензин, который я заливал, когда мы ехали в Москву. После этого великого, да, но... Как он? Бород забыл, как называется. Велик и Ростов. Вот, Ростов Великий. И мне этот бензин очень понравился. Машина ехала вообще, летела просто. Вот, сейчас на нем уже поедем. Притом, он тут дешевле. Его стоимость получается, как обычно, 95-й у нас в городе. То есть тут бензин полдешевле. Ну и сама Shell заправочка. Нравится. Пока уезжаем из Самары. Показываю вам расход. Средний расход на 100 километров. Пока составляет 6,8. Далее посмотрим, сколько он будет, когда приедем в Снежинск. Ехать буду, ну, в среднем 100-110 километров в час. Вот, сегодня выспался, отдохнул. Так вот, заново захотелось в дорогу, дороже, ехать, ехать. Вчера что-то прям усталость была. Отличились пивом чуть-чуть. На самом деле, по М5 нам получается 900 тысяч километров. То есть там гораздо быстрее, я думаю. А через Чайковский, РДУ, там 1150 где-то получается. То есть подольше. Но посмотрим. М5, она же может там сюрпризами, сюрпризы выдавать. В виде дальнобойщиков, большим количеством, либо там аварий, либо ремонтов. А вот через Татарстан ехать, через РДУ. Там, в принципе, мы в том году ездили, и дорога была пустая. Поэтому там, может, можно как бы побыстрее поехать. И посмотрим, что в итоге из этого получится. Товария какая-то. Завтра прилетели. Десятка. Да. Кстати, сейчас стоим, и машину вообще не колбасит. Машина вот как будто она заглушенная стоит. Это вот разница 92-й, 95-й, вот этот V-Power и 100-й. Потому что сейчас там у меня солянка такая, сотый вперемешку с V-Power. Но машина стоит как вкопанная, то есть на руле вообще ничего не отдается. Вообще нигде, и пассажиры не чувствуют. То есть она 92-й мы сразу почувствовали. То есть она стоит и ее так подергивает. Блин, я сражаюсь, что у нас заправки шила нет в городе. Я бы только на ней сопровождался. На навигаторе пока забили населенный пункт Орда. Это Пермский край. От Орды еще где-то 400 километров до дома. Ну, может, чуть поменьше. Пока движемся туда. Не знаю, опять, наверное, многие видели. Тут хоть как-то поинтереснее будет новая дорога. Ну, и нам самим интереснее. Всегда приятнее ездить, когда ты на дороге первый раз. В принципе, проехав по этой дороге, мы уже будем практически все пути знать в ту сторону. Ну, кроме вот этого северного, пермского, по нему тоже как-нибудь, надеюсь, проедемся. А так уже я могу, в принципе, свое мнение составлять, по каким дорогам лучше ездить. Так что обращайтесь. Я могу вам всегда посоветовать. Уже, в принципе, объездили много. Близко где-то к выезду. Самары, наверное. Скажу так, что Самара город красивый, приятный. С хорошим пляжем. Интересной архитектурой. После чемпионата мира по футболу он, конечно, преобразился. В этот раз мы мало где были. Но еще раз обязательно съездим. Тут частенько бываем. И как автолюбитель могу сказать, что дороги здесь идеальные, ровные. Довольно-таки широкие. То есть по дорогам здесь вообще без пяти баллов пять. Все тут сделали. Все тут классно. И с одного удовольствия. Ну и получается, вот мы из Москвы ехали до Самары. Тоже дороги идеальные. Нет дыр. Нет вообще никакого риска там. Все безопасно, все нормально. Соответственно, М5 Челябинск тоже сейчас все ровное, в принципе. И сейчас мы поедем вот через Орду. Едем еще по одной дороге. Тоже ее проверим. Продолжение следует... 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 Я тут ход делаю. На его, на его, на его. Да, новенькие, без номеров. А вот бы мне Камазик АНЕВ-1. Можно было путешествовать, все, снимать, вообще тема. Жить в нем прям. Тата с собой взять. Что, ему тоже классно. Он тут погулял, там погулял. Так, свободу полагаем. Вот такие виды тут замечательные. С сборочки съезжаем. Едем снова по новой дороге. Черная дорога. Вообще-то так классно по ней ехать. Она такая мягонькая. Тихая и мягкая. Просто классная. Я заметил, что вот в этой поездке мы проехали 3700 уже, да, тысячи километров. Повсюду вот в этих регионах дороги строят. То есть везде кладут вот этот черный асфальт. Уже много где встретили, то есть где уже положили, то есть в стране масштабно делают дороги. Я могу сказать, что по этому участку только у нас Кострома была не очень. Потом какой-то еще, по-моему, город, да? А, этот в Ярославе тоже там на въезде была не очень дорога. А так, в целом, везде дорога замечательная. То есть потихоньку исправляют, видимо, эту проблему у нас в стране с плохими дорогами. Ребята, смотрите, какая Нива едет. Жесть. Офигеть у него колеса. Ребят, приятно смотреть. Засаженные кожаные поля и новая дорога. Сразу видно, что страна развивается. Правильно. Правильно. Зеленая, но это, по-моему, груза. Хотя, не знаю, нет ни кукурузы? Насколько помню, как кукурузу они сажали. А слева были подсолнули. Подсолнули у них. Ну, сейчас что-то просто. Земля. Ребята, вот мы едем и думаем, все-таки, как поехать. По-моему, 5 или все-таки через Бермский край. Вроде 5 не нагружена. Вроде как дорога ровная. И до поворота осталось 15 километров. Собственно, это промежуток времени, который у нас есть для раздумий. Тут нефтяные вышечки уже пошли. Нефть качается. Опять приближаемся к повороту. Сейчас будем поворачивать. Так, это вот этот поворот на Шенталу. Ой, тут что-то машинок стоит много. Автодорога Урал-Шенталу. И погнали в Олмар. Ну, останавливаться-то просто, наверное, перекусить тут еще что-нибудь. Даже рядом с дорогой вон поля засеяны чем-то. А что это за штука, я не пойму. Зеленушка какая-то. Так интересно. Итак, ребят, мы свернули на Нефтекамск. В общем, пока, пока Новый Гадов говорит развернуться, что он не видит дороги. Ой. Но дорога на самом деле есть, поэтому, я думаю, перестроится в будущем. Видите, спереди пустая, пустая дорога. Поэтому мы сюда и свернули. Если все так будет красиво, то мы доедем. Быстро. Вот такие пейзаж, что тут открываются. Замечательно, да. Пока дорога не очень ровная. Ну, в принципе, она без ям. Просто чуть-чуть пудрявая. С кончиками небольшими. А так вообще нормально, в принципе, едем. 110 с горочки. Не напрягается. Красота. И машин нету практически. Все заборки классные. Бензин нужно экономить. Кстати, по расходу я уже понял, что на этой машине самое выгодное по деньгам это ездить. 80-90. 80 самое выгодное. 110-120 там уже бензин кушается, блядь. Большими порциями. 8 литров показывает. 9 литров. Но при этом, вот сотый бензин заправлял. Там, конечно, расход поменьше. Но вот этот 95-м, который помощный, мощности, он тоже поменьше. Потому что козыречку там чуть-чуть даешь, а машинка разгоняется. Хорошо. Так, ну, сейчас мы с горкой сидим, и там, видимо, за ту же горку будем подниматься. Хорошо. М bycassur. Большие дикты цветочки. Кстати, у нас есть предположение, что это рыжики, из которых подсолнечное масло делали и раньше делали СССР, а потом уже перешли на подсолнечное. Так, Шанталинский район. Поехали. Заехали в деревню Шентала. Ищем магазинчик. Короче, что-нибудь тут кефирчика вода. Выпить. Магазинчика-то пока и нету. Ну, хотя тоже быть, я думаю. Деревня так крупная. На лево челны, вершины. Клявля на нижние челны. Вот машина, стояк, наверное, магазин. Смотрим. Так, не угадали. Короче, это шиномонтаж оказался. А, не магазин. Так, ну вот это по-любому. Центр и по-любому здесь. Какая-нибудь пятерочка. Шмидерочка должна быть. Наверное. Магнит. О! Магнит. Популярная величная машина. Так, в общем, магазин все ездили, чуть-чуть перекусили. Магнит, что толком нету. Нормального кефира нету. И сейчас на выезд из деревни Шинтала поехал. Вот я так понял, у него еще железнодорожный вокзал есть. Рядом железнодорога проходит. Пока все проходит довольно-таки хорошо. Дорога не забитая. Свободная. Едем дальше. Дукойное, только что въехали мы в республику Татарстан. Для нас тут сюрприз. Не очень хорошая дорога вначале. Надеюсь, что это изменится. Поля все вокруг засеяны. Все гадаем, что это. Подсолнух или картошка. Наверное, подсолнух, да, больше. А прямо вот уже татарские деревни. Мы поехали не по деревне, поехали по обездной. Деревня называется Черемшан. Сейчас мы ее обезжаем. Кстати, издалека красиво спустится. Разноцветные. Ну, может, город. Не знаю, но там преобладают как-то эти большие деревянные дома. Так, так же дальше едем. Все. Дорога пустая. Опять грибами запахло. Ясно, Поля. Прямо реально грибами. Тема. Сразу грибов собирать. Вот так. Грибы идти, вот эти. Они же уже есть грибы, да, я так понимаю. Да, точно. А вон поляжел, да, начинаются. Сдесят. Так, нам что? Нам направо. Там прямо на Казань. Малая Чикодайка. Такое название интересно. Смотри, вот сады у них, кстати. Вот это картофан, наверное, растет. И представляете, у них в деревнях вот стоят фонари светодиодные. Светодиодные. Вот. Малая Чикодайка. Кечечечечка дай. Блин, так звучит смешно. Все, хорошая дорога началась. Да. Хорошая пустая дорога. Посмотрим, как быстро мы до дому доедем Если бы мы быстро доедем, значит, мы не зря в том году исследовали эту дорогу Правда, мы ее исследовали до набережных Челнов и Альметьевска Далее мы ее не знаем, сегодня и проверим Смотрите, как классно, все полядут, засажены Кстати, что это такое, если его растет, кто знает Ну, это пшеница, наверное, да, конечно, справа Непонятки, верная Чигодайка, югоры Чиктай Ну, как этот, прям, самурат что-то сказал Ну, тут что-то совсем малюченько все Зато лежачий полицейский Девушка бежит с покетом зеленым, корова стоит на нее смотрит Интересная картина Так, и все, да Лежняя Чигодайка опять заканчивается и едем дальше в поле Вот такая вот дорога, ровная С разметочкой по бокам поля Засеянные Прямо как в американских фильмах Рудовская кормалка Что такое кормалка? Интересно А, или это просто название деревни? Да, вид тут шикарный, блин, на своем мапе, блин Поехали, блин, жаль, что-то страшно О, ну весь этот испохтелся заехать не может, потому что это Острички виды, красивые На солнышко вообще прикольно смотрится Снова спускаемся с горки В какой-то населенный пункт Какой сейчас увидим О, что за праздник-то интересный? А, интересно, что за праздник? Вот так народ дофигища Как фестиваль какой-то Ребят, кто знает Деревья Саберикаса Сарабикулова Татарстан Что за праздник может быть сейчас? Интересно А слушайте, смотрите, вот мы по горочкам ездим Я газ нажимаю Машина едет, и звука этого нет Что делает? Чудотворный 95-й Ну какие женщины, блин, не боятся Подвес-то лечь Прям Ой, лечь Ну Фраза странная получилась Вырежем Ребят, сейчас будем забираться в ту вон горочку Тут вообще интересно, как получается Дорога-то вверх-вниз скачет хорошо И, наверное, вот эту гору будем огибать А, ну да Судя по карте На навигаторе, то будем эту гору огибать Сарабикулова пока Так, вот сейчас мы едем на пятую Сейчас я газ чуть-чуть подам На горочке, послушаем Будет ли там какие-нибудь детонации Либо еще какая-нибудь Так, вот поехали в горочку А-а Тут робот сообразил, что она на четвертую Ой, он сообразил, что она на третью Уже Интересная реакция В хорошем бензине, видимо, и думается ему легче А то раньше как-то не всегда переключалось Типа горка крутая, а слишком Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, вот такая дорожка здесь Идет средь леса плотного Скоро, наверное, нефтяные мышки Пойдут на регион как бы нефтяной Кстати, мы будем проезжать Самый благоустроенный город России И по совместительству И по совместительству Причем столица Нефтяной промышленности Башкарта Нефтяной промышленности Татарстана И мы можем, в принципе, проехать через него Ради вас, наши зрители Чтобы вы посмотрели этот город Тогда, конечно, нас в объезд навигатор ведет Где на пляже белый песок Из Арабских Эмиратов А, да, кстати, где на пляжу У них песок белый Из Арабских Эмиратов Ну вот реально проедем, посмотрите Город маленький Поэтому там недолго проехали А сейчас мы поедем в гору Горки на виражах Ребят, кто желает нефтяную вышечку Приезжать в Татарстан Скупайте эксклюзив Я думаю, это была бы лучшая пенсионная реформа Для человека, когда он выемлся вышечку Одну вместо пенсии Ух ты, это с горки, потом в горку Так, налево мобить его Направо чупай Она нам прямо Давай, третий он рубает Четвертый Робот, ну ты, убийца двигателей Капец Ну она, главное, едет Ну а там бензики-то Ладно, сегодня будем Сгоняться, там трамплин Может Наверное, бензин там ведрами двигатель сейчас Закидывался Заехали в Альметьевск Ну так получилось, что смотрите, вот он город А у нас навигатор выехал как-то сбоку Блин, ну вот мы Хотим вам все-таки его показать Думаю, вам будет интересно это Поэтому Поэтому мы поедем И покажем вам Но это прям за отдельный лайк Давайте, ставьте лайк Кошечка у них стоит Интересно Кошечка Отлично Как мило Так, вот он город Блин Суденок, нет, нет, не газ Не газ, нет, показ Так, по-пустенькому так прокатим вас По благоустроенному городу Это, я так понимаю, старый район еще Видите, тут домики как разукрашены Но не все А, ну вот эти вот красить начали тоже Хоть и говорят о нем, что он сам благоустроенный город Но мы снимать будем без купюр Что увидим, то покажем Вот смотрите, видите, вот тоже из блесных зданий Ребят, мы заехали не с центрального флота И попали На такую вот ситуацию Что тут и дырявые дорожки есть И старенькие, и некрасивые домики О, это что такое интересное Какая-нибудь часть Часть, 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 нет Парк Так, вот сейчас будем проезжать Альметьевский пляж Про который мы расскажем Вот он, пляж Через елочки То есть там белый песок Завезенный из Арабских Эмиратов Озеро небольшое Сейчас на народу, наверное, нету Холодно Вот Но, собственно Когда мы приезжали в том году Тут была жара стояла И полный пляж народа был Также здесь Чтобы еще отметить То, что в Альметьевске Ну, сейчас давайте налево повернем Есть улицы На которых сделана отдельная пешеходная Отдельная велосипедная дорожка И при этом для них отдельно еще есть фор есть Ну, и, собственно, погоним сразу сейчас В Нефтикамск Так, едем А спереди-то что, мечеть такая или церковь? Купол громадный какой-то Вот еще какое-то здание интересное И, по-моему, тут направо, да? Вот по этой же улице мы ехали А, ну вот для велосипеда, смотрите Вот сделаны дорожки отдельные И для них вот отдельный светофор То есть для пешеходов и для велосипедистов Классно же, да? Вот и я думаю, прикольно То есть не зря его считают Самым благоустроенным городом Что-то продуманы такие вещи В светофоре там загорелся велосипедист Вернее, не велосипедист Велосипед А это, я так понял, представительство Так, нет, здесь такое здание черное В сотах, да? Вообще прикольно Оп! Тут что-то куча ремонта Делается Домики, да, домиков много старых Ну, смотрите, они благоустроены Там балкончики сделали Вон какие красивые Покрасили Так, это центр города Неизменно, как и в других городах Стоит дядя Ленин Ну, и собственно А, ну вот у них сквер есть там Блин, куча меня не загородили его Если не мог гулять Ну и собственно, ребят, все, наверное Давайте обсудим эту тему Как вам Альметьевск Пишите в комментариях Кто может вообще живет здесь Кстати, большой им привет Пишите, какие у вас там есть Достопримечательности Все равно В этом году в августе еще поедем Куда-нибудь Можем еще посетить Вот А мы погнали в Нефтекамск Да, Нефтекамск 216 км Там, хотя, да, заправимся И там уже поедем в сторону Ижевска, Орды, Чайковского Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, ну скажу вам честно, что Я в Тюмень же недавно был Вот сравнивать Тюмень тоже считается одним из самых благоустройных городов И вот мои впечатления, что все-таки Тюмень-то по благоустроению будет Он и больше И все-таки как-то покрасивее Альметьевском как-то местами сделан красиво Есть районы, где еще, видимо, не доделали благоустройство здесь Вот как вот слева здания А в Тюмени уже не встретишь таких зданий Там полностью все отделано Все красиво, все классно Кто хочет в этом убедиться, посмотрите Мое видео Вот поездка в Тюмень у меня была Есть на канале И как-нибудь еще обязательно в Тюмень скатаемся Чтобы побольше ее снять Так, въехали в населенный пункт Муслюмова Табличка, кстати, большая на него была Может и он большая, конечно В Челябинской области есть Да, о, смотри, вот это диодный еж, да? Фонарей Ух ты, современный, как у них в деревнях-то в Татарстане Есть в Челябинской области такой же, в Муслюмова Но там беда-печаль Была авария На маяке В общем, выборцы были в реку течи Ну и след прошел Собственно, там зажжение было радиационное Их переселили в новое Муслюмова Ну, думаю, тут просто совпадение по названиям Наверное, общего-то ничего нету Ну, блин, красивее-ка тут, конечно Да, мечеть такая стильная, я бы сказал С правого еще здания Здание какое-то Как-то да, красивешно, красивешно, не спорю Да, видимо, тут по объездной мы поедем А тут у них стадион какой-то Какой полицейский тут На чем мы не едем-то Сейчас поворотник принесло Жилые домики Веста выезжает Веста, невеста Сегодня столько вес постречали Прям ужас Много-много Солнышко у нас выглянуло Все стало Караши Ярче Что за сооружение вон стоит Так, здесь Хлебоприемное предприятие Или штука какая-то интересная В лаборатории В лаборатории Наверное, нефть, да, проверяет Качество Так, по бензину у нас к полбака приближается Все, только это за результат нефть Тут, в принципе, можно подсоправиться 95-м Но вроде это не так нефть, поэтому проедем До нефтекамска Так, выехали из деревни Муслюмова Едем дальше Так То нефтекамска 136 километров осталось Впереди у нас коровки И дорога опять коричневая становится Коричневая, короче, она громкая какая-то И совсем ровная Так только выезжаешь на серенькую Сразу кайф такой Вот он далеке тоже Какая-то производство Кстати, тут много всякого Не знаю, видимо, всяких хозяйственного производства И с нефтью Все, что связано Ну и деревенька, конечно, красивая Ребят, въехали Какую-то хрень И это Киском здесь все, короче, он летает Хринели не было отсыплен Друг друга это Стреляются там Там еще будет? Да я не знаю, что-то куда хренью высыпали Изверки Ну что там почистилось Наверное, все сейчас Смотри Я вижу Более, опасно же так, да? Так можно все разбить А это, видимо, штука не застыла Это все, да, я так понимаю Или что это? Это он и там уже на сайте Да, да, да Да, да Счереза делаю Нет, это сверху камешки какие-то положатся А зачем, интересно? Из-под колеса летят Вот эта хрень Едет Вот гады, а Можно всю машину поганить Ладно, едем дальше Надеюсь, таких участков больше не будет Техника тут гоняет Странная какая-то Это, видимо, по сбору урожая Что-ли Дурацкие дороги, короче И тут началась вообще ровно-ровно Такая приятная дорожка С хорошей разметочкой Но, конечно, там был сюрпризик не ожиданный Ехать в эту, блин, чемпионку мелкой фракции Или что-то Птак, коровки Вы же не хотите На дорожку выходите Хотите Пастух на машине На конях видели На лошадях Машине Нормально Железный конь Так, нам До Нефтекамска 116 Комиссарию Где там говорят, что деревья снизу покрашены Вот, смотрите Едем В Татарстане Тоже снизу деревья Все покрашены Притом мы едем Тут Рядом цивилизация Только Вот деревня И все Больших городов Как бы рядом Ну, вот 93 километра До Нефтекамска Это единственная большая город Рядом Вот так вот Татары могут Пешеходные переходы Все расчерчено Разметочка есть Коровки Там, по-моему, мраморные ходят Коровки даже Черные Черные Да не мраморные Я в рекламе просто увидел Что мраморная говядина Из черных коровок Получается И поэтому Что-то как-то вот В памяти осталось Река Осыл Тамак Блин, ну Поля 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 Бескренние поля В Московской области Такого, конечно, нет И земля здесь Черная Плагородная Так, мы куда заезжаем-то Новая Байсарова Ну, вот плохо, что тут По дороге тоже Деревня появляется Скорость снижает Хотя я ни одной камеры Еще не видел здесь Ни одного гаичника Ни одной камеры Сплю Какая-то маленькая Небольшая деревушечка Угу, свенок мы заготовили Установка какая-то такая Интересная Интересная Короче, с Богом интересная Ну, в общем, едем Наезжаем на М7 Чтобы ее просто так Пересечь Заправочка Смотрим Лукойл Есть Ну, что-то ценник А, это не Лукойл Или Лукойл Или какой-нибудь Луксойл опять Сейчас, в общем, глянем Если опять неизвестно Найду, конечно, закругаться Непонятно Непонятная какая-то Ладно 41 рубль Ну да, что-то вообще Как-то халявно Поедем к Нефтегамску Там город крупный 100 тысяч населения Так что 120 Думаю, там заправка По-любому будет Башнефть Или ТАД нефть То-ли-то нормально Так, полиция лежачий Оп Это у меня? У меня там камешек Опять залетел Чтобы посмотреть Ничего нам не разбило Блин Фары вроде целые Только мухи там Хрен знает На сетке Ничего не видно По боку Да, как бы Вроде ничего не замечаю Нет Сейчас-то именно Там такой зуб был Как будто Что-то туда попало Сейчас покачаем Сейчас у нас шумят Они с гудроном Прилипли Вот на эту, да? Получается? Нет А на чё? На идее Внутри диска А, внутри диска? И потихоньку Отваливаются, да? Да, вон А, вон Внутри колеса Ой, господи Я заморался Ой, так нифига их там Ну, они отвалятся потихоньку же Блин, руки заморал О, охренеть Да Ну, это это Они отваливаются В принципе Ну ладно Погнали Дальше сроки Вымаем Ребят Собственно Видео получилось Очень-очень Длинным Очень много У меня видео Поэтому Я решил Я решил его разделить На две части Чтобы Ну, сделать как-то Что-то покороче И легче Будет загрузить Загрузить Нормальные качества Данный ролик Я уже снимал На другую Видеокамеру Кстати, оцените Как лучше Не лучше Предыдущих роликов Которые Вот именно В поездке Я снимал Значит Ролик следующий Как бы вторая часть Продолжения Наши поездки Потому что Вот это Где-то Половина пути Только Даже может Чуть меньше Выйдет Буквально Сразу То есть Быстро Я постараюсь Его Побыстрее Сделать Поэтому Кого Ребят Интересно Давайте Давайте Смотрим Далее Вторая часть Я так и Напишу Что вторая часть Продолжения Поездки Обрата Ну Кому-то Мне интересно Стало Не хочет Дальше Досматривать Тому Желаю Удачи Всем пока-пока И так далее Ну Это как обычно Ну Собственно Все Первая часть Закончена Поехали Дальше